Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами об изменениях нашей операционной системы в Майнкрафте для мода Open Computers. Прошло уже примерно два месяца с последнего видео, где я рассказывал подробно об ее функциях, приложениях и так далее. И в принципе она претерпела довольно-таки много серьезных изменений. И я хочу вам сегодня показать их все. Ну, первое, чтобы расставить свои глаза, это просто красивые обои, красивые картиночки, имеющие довольно-таки большое разрешение, то есть они имеют разрешение 160 на 100 аж пикселей, и в принципе они вполне способны радовать глаз. Давайте ее удалим, и я вам покажу первое приложение, которое способно работать с картиночками. Раньше все наши изображения откровались в программке Photoshop встроенной. Меня, честно говоря, задолбало, потому что она работала очень медленно, и я накодил отдельную программку чисто для просмотра изображений. Называется она Viewer. Если мы на нее кликнем, она откроет изображение, первопопавшееся в директории MindOS Pictures. Это наша стандартная папочка, где хранятся все обои рабочего стола. Мы можем их вот так вот перемещаться по ним, можем их просматривать отдельно. Кстати, оценить скорость рисовки довольно-таки быстро, потом еще расскажу подробно об этом. То есть стрелочка влево, стрелочка вправо переключает следующую и предыдущую картиночку. Вот так вот. И если мы нажимаем на кнопочку Play, мы способны запустить слайд-шоу и наслаждаться этими картиночками в полном разрешении экрана. Вот так вот. То есть, в принципе, любой товарищ, который привел к вам на хату на серваке, он будет изозреть просто шикарную графику. В принципе, там есть обои на любой вкус, то есть они, в принципе, способны удалить любых пользователей. Вот такая вот программка. Если мы кликаем еще раз во время слайд-шоу на экран, у нас обратно открывается интерфейс и слайд-шоу прекращается. С помощью вот этой кнопочки мы можем поставить обои рабочего стола. Вот таким вот образом. В принципе, все очень просто. Также, если мы откроем наш проводничок и перейдем, скажем, в папочку System OS icons, мы будем способны просматривать все системные иконочки. Вот так вот в белом фоне. Они, естественно, будут отображаться по центру экрана, как в настоящем компьютере. Вот так вот все это сделано. Но это не главное. Также была сильно улучшена программка Photoshop для редактирования фотографий. Потому что она была очень медленной, там очень долго происходила отрисовка. И я вам сейчас покажу ее все основные и новые функции. Значит, на рабочем столе у нас есть примерная картиночка для теста. Называется Lara. И чтобы открыть ее Photoshop, необходимо правом кликов сделать и редактировать Photoshop. Открывается наш новый Photoshop, и уже видно, с какой скоростью это дело рисуется. С помощью стрелочек мы можем картинку нашу перемещать влево-вправо, вверх-вниз и так далее. И как-то с ней, скажем так, как-то изменять ее. Давайте я покажу также, что можно сделать. Допустим, переключимся на инструмент кисть. Мы способны рисовать поверх нее какие-нибудь всякие фигулинки. Вот так вот. Это наша Лара Крофт из игры Tomb Raider on the World. Вот. Также добавились очень интересные функции в программку. Если кликнуть на менюшечку изображения, мы можем ее, допустим, отразить по горизонтали. А нас будет вот так вот выглядеть. Мы также можем ее отразить по вертикали. Там повернуть по-разному, кому как интересно. Почему поворачиваться неправильно? Потому что у нас здесь используется полупиксель. То есть, если бы картиночка была без полупикселя, она рисовалась бы более адекватно. Так что эта функция, в принципе, сугубо такая специфическая. Также у нас есть функция обрезки изображения. Мы можем обрезать лишний пиксель, допустим, справа. Вводим количество пикселей, скажем, 80. Выбираем справа. Нажимаем ОК. И наша картиночка сейчас будет обрезана до какого-то конкретного размера. То же самое можно делать, разумеется, снизу. Допустим, обрежем на 20 пикселей снизу. Вот так у нас будет выглядеть. Также мы способны ее расширять. То есть, если наше изображение слишком маленькое было при создании, мы можем его расширить, скажем, на 10 пикселей также снизу. Вот так вот. То есть создается пустой фон абсолютно. Вот такая программа Photoshop. В принципе, остальные функции остались прежние. Единственное, что добавилось, это у нас световой баланс, световой тон насыщенность. Давайте попробуем насыщенность увеличить для фотографии. Вот такую сделаем поярче немножечко. Нажимаем ОК. И она стала такой, видите, более этой самой, более яркой. Нажмем на кнопочку фотофильтр. И прозрачность поставим. Где-то вот такую, наверное. Это наложит некий дополнительный цвет поверх всего остального. То есть, как бы у нас будет Ларкрафт такая в тумане в легком. То есть, в принципе, это некий аналог такого хорошего, уже более-менее настоящего графического редактора. Собственно, как я добился всех этих скоростей? То есть, почему все картинки рисуются довольно-таки быстро? Сейчас я вам подробно об этом расскажу. И, собственно, покажу вам остальные программы. Собственно, скорость отрисовки у нас основана на библиотеке двойной буферизации. Для примера. Я сделал здесь старую систему отрисовки. На этом компьютере давайте перезагрузим. И я вам подробно покажу, что такое старая отрисовка классическая. У нас загружается сейчас операционная система. Загружаются облоги. И видите, с какой скорость она рисуется. То есть, очень-очень-очень медленно. И практически работать с этим делом совсем нереально. Открываем проводник. Видите, как долго рисуется. Давайте даже для примера я вам покажу такую же обоинку поставим. Так. Китнес установить как обои. Так. То есть, видите, она рисуется гораздо быстрее. Открываем проводник. Он открывается практически мгновенно. То есть, соответственно, закрывается так же. Закрыли его. Хоп. Все. Закрываем здесь. Он думает, думает, думает. Постепенно отрисовывается, отрисовывается, отрисовывается. И постепенно уже исчезает. То есть, видите, какая разница. Значит, как, в принципе, работает библиотека двойной буферизации? Если кому интересно. В нашей оперативной памяти, в этих компьютерах, хранится у нас теперь два массива экрана. Первый это то, что нарисовано в данный момент. А во второй то, что мы рисуем. Мы, допустим, нарисовали какой-нибудь квадратик на мониторе. И он сохраняет наш второй массив. Дальше я вызываю функцию отрисовки. Она у нас сравнивает изменения между первым и вторым экраном в оперативной памяти. Вычисляет измененные пиксели. Заносит их в промежуточный буфер отдельный. Группирует их там по цветам, короче говоря. И уже только после этого рисует на экране. Собственно, давайте удалим обойки. Так, чтобы память немножко освободить лишний раз. И, в принципе, видно, что если мы сейчас переключимся на какую-нибудь картиночку, такую более хорошую. Допустим, там в Граммарнации был логотип у нас красненький. Так. Так. Вот он. То есть видно, с какой скоростью, в принципе, рисуется изображение. Тык. Очень быстро. Однако, если мы здесь откроем эту ерунду... Смотрите. Просмотрщик. Но я слишком долго застряться над тем, как застретивания не буду, потому что, в принципе, время прижимает. То есть видите, с какой скоростью это дело рисуется. Вообще совершенно полное безумие. Но, по крайней мере, раньше оно все дело работало. Теперь у нас оптимизированная библиотека дайной буферизации. И, кстати, вот ее исходный код у меня открыт как раз. Вот тут 500 строк дайного буфера. Там еще используется библиотека изображений. Тоже там тысячи, по-моему, на полуторы строк и так далее. То есть, в принципе, с помощью таких вот обходных путей мы способны добиться каких-то результатов хороших. Теперь давайте перейдем к дальнейшим приложениям. Значит, также появилось приложение под званием «Радио». Если у вас на сервере или на клиенте установлен мод OpenFM, он добавляет радио, которое способно скомпирироваться с OpenComputer. Вы можете его поставить рядом с компом, запустить программу, и у вас будет играть музыка по заранее заданным ссылкам. С помощью колесика мышного можно переключаться по радиостанциям. Так. Влево, вправо и так далее. Можно увеличивать громкость. Играй до двух баллов, и кто набирает два балла, тому и будет... И так далее. Все это сделано в стилистике старого MP3-плеера iRiver, по-моему, Spin. У меня давно, наверное, нечего он был, он уже сломался, конечно. Но мне, в принципе, понравился его дизайн и его общая концепция. Я захотел какой-то некую такую программу, которая вот так вот будет шикарно выглядеть. Чтобы добавить свою станцию, вы можете нажать кнопочку, ввести какое-нибудь имя там, например, хуёвое радио. Ввести сюда ссылочку на URL, какую-нибудь абсолютно любую, единственную, чтобы она была рабочей. Вот. И она появится у нас в самом конце. Давайте пролистнем. Единственное, что у нас сейчас может радио отключиться, потому что мод все-таки не до конца еще пока адекватно работает. Но в любом случае так, насладиться рабочими ссылками уже можно. Также мы можем удалять наши радиостанции из списка вот так. Они сохраняются у нас на диске. Собственно, нажать кнопку программы. Тут написано в сети визеры, которые, собственно, помогали ее кодить. По нажати на кнопочку выход у нас все это дело обратно выходит из нашей программки. В принципе, такая простая вещь. Но, в принципе, она способна порадовать любого человека, который как-то хочет украсть свой интерьер своего дома. Также появилась программа под званием палитра. Она просто рисует на экране красивую палитру. И здесь отображаются все ее цветовые характеристики. То есть, три RGB канала. Эта же палитра в HSB формате. И эта же палитра в 16-ричном коде. То есть, в принципе, если вам нужно выбрать какой-то цвет, эта программка будет для вас идеальной. Вот такие вот дела. Также, что у нас тут появилось? Программка «Бегущая строка». Здесь вы задаете какую-то надпись. Здесь выбираете цвет фона, цвет текста, масштаб экрана и скорость воспроизведения. Чуть пониже поставим. По-моему, чем меньше, тем она быстрее работает. Так, нелогично, конечно, но по крайней мере видно, да? То есть, программи, заработай, не мешай, сука. Так, вы можете сообщать своим товарищам, которые играют с вами на серваке, о том, что вы там в данный момент заняты и так далее. То есть, любую информацию совершенно. По нажатию на кнопочку «Энтер» у нас из программки все это дело выходит. Так, что-то у нас еще интересного. Появилась мини-игра под названием «Квантовый куб». Я ее спер с форума ComputerCraft.ru. Как она работает? С помощью стрелочек вы перемещаетесь по некому виртуальному лабиринту, и ваша цель — опуститься как можно к меньшему числу. Что будет после прохождения этой игры, я, честно говоря, не знаю. То есть, я ее не проходил до конца, в принципе, не смог, но если вы более умный человек, то вы, возможно, с этим справитесь. У них есть какая-то логика построения тех, как бы, комнат, но я, честно говоря, закономерности не нашел. Может, просто даже не пытался. Короче, по зачитать и зажиманию клавиш Ctrl в лице из программки мы можем из этой выйти. Так. Так-так-так-так-так-так. Что у нас еще появилось? Появилась игра «Угадайка». Замечательная просто вещь, на самом деле. Мне еще понравилась она. Сейчас на загрузе есть массив слов. Всего здесь, по-моему, в базе данных у нас поддерживается до 500 слов или до 300 слов, я, честно говоря, не помню. Мы можем начать игру. Выбираем сложность, среднюю. К примеру, у нас здесь вопрос идет конечная стадия метаморфоза, гадкого утенка. По-моему, это лебедь, да? Лебедь. Собственно, буквы уже подходы вставляются автоматически. Нажимаем, играем, далее. То есть вот такая очень красивая программка, и вы способны, в принципе, провести за ней хорошо время с вашими товарищами. Зажимаем Ctrl в лице, выходим из этой программки. Далее появилась программка «Fuck the raid». К сожалению, на этом сервере у нас отключена дебаг-карта из мода OpenComputers. Однако, если у вас она включена, вы можете ее вставить в ваш системный блок. Где она тут? Где она тут? Вот она. И запустить программку «Fuck the raid». Суть ее в чем? Если у вас включается внезапно дождь в мире, то компьютер автоматически это замечает и отключает. По сути, меня, в принципе, задолбало то, что у меня в одиночной игре постоянно идет дождь. Я включаю эту программу, и она автоматически отрубает. То есть, в принципе, мне это делать впадло. И накатил вот такой вот небольшой скрипт. Так, появилась также игра «Сапер». Некий аналог виндовского сапера. Кликаем на зону. У нас написано, что одна мина где-то вот в этом радиусе. Давайте, допустим, кликаем сюда. Мне повезло. И, собственно, вы здесь можете, по-моему, правым кликом помещать варианты возможной мины. Убирать эти меточки и так далее. То есть, логично, что вот эти две фиговины будут гарантированы минами и так далее. То есть, вы можете дальше отгадывать. Ну, я попал на мину, все, мне капец, короче говоря. Game over. Очень простая игра и очень приятная, однако. Так, что тут, что тут, что тут? Тут змейки, всякие змейки. Я все уже давно это показывал. А, самое интересное, конечно. Появилась программка «Чат». Единственное, конечно, не до конца еще до кожи, но я ее кожу. Однако, она, в принципе, уже работает. Суть ее в чем? Запускаете на любом количестве компов эту программку. Нажимаете кнопочку «Поиск» на любом из них. Она находит все компы, у которых запущена эта же программка. Нажимаем «Подключиться». Нажимаем «Ок». И они добавляют друг друга в список контактов. И теперь вы способны им отправлять сообщения. Допустим, «Привет». Так, «Привет». Тыньк. И этот комп, когда вам приходит сообщение, такой звук издает великое вещь. Ну, дарова. И таким образом отображаются наши облачка с чатом. Какую-нибудь фигню, допустим, пишем. Там «Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу» и так далее. И все сообщения абсолютно нормально приходят. Приходят они по беспроводной сети. И вы способны без, скажем так, палевого в серверной консоли общаться с игроками, обсервать админ, фобомать и так далее. То есть делать все, что хотите. Также у него есть отличная возможность подправки файлов. Нажимаем эту кнопочку. Вводим, допустим, «lib.xsapi.lo». Отправляем этому компу мою библиотеку. Нажимаем «Ок». Так. И он получает данные. Написано «Файл от такого-то ублюдка получен». И он получает такой красивый файлик. Видите? То есть такая красивая иконочка у нас. Очень потрясающая струнная программа. Я изначально ее кодил чисто для общения. Однако потом я подумал, почему мне, собственно, не сделать поддержку клиента ВКонтакте. Допустим, на основе этого же чата, то есть чисто с такой же графикой. Но, естественно, для ВКонтакте. И немножечко забросил разработку этого чата. Но, скорее всего, ее до кожи когда-нибудь. Либо перейду уже на ВК-клиент. Также у нас здесь улучшилась сама, в принципе, сама графика. Давайте я вам покажу. Так. Поставим, брат, нашу обоинку любимую. Тикс. Изменился вот этот док, так называемый. Раньше здесь были такие грубые пиксели, некрасивые. А сейчас такие, видите, плавные. Смотрится довольно-таки реалистично все это дело. Добавилась прозрачность более адекватная для этого дока. Так. Немножко улучшились некоторые иконки. Допустим, фотошоп стал более таким элегантным. Помимо всего прочего, была добавлена игра по названию «Флэпи Блок». По сути, это некий аналог реальной флэпи Блок только в Майнкрафте. Нажимаем «Плей». Написано «Кликни, чтобы начать». И жми кнопки «Чтобы жить». Конечно, совершенно грамматика хромает. Но в любом случае, по нажатию на кнопочки мы будем поднимать наш некий виртуальный блок вверх. И нам нужно пролетать через такие виртуальные препятствия. Ну, в принципе, у нас, как правило, очень мало людей доживало буквально до десятой этой линии. Но, в принципе, играть вполне можно. Зажимаем сочетание клавишки Ctrl-Alt-C. И, короче, игра у нас закончена. Выходим. Кьюит. Отлично. И также я построил небольшую конструкцию, чтобы продемонстрировать вам небольшую программу под названием Dance Floor. Это сделано для неких людей, которые любят украшать свое жилище самыми разнообразными методами. Ну, к примеру, нам необходимо построить экран на земле, чтобы он стоял именно как бы вот так вот. Лицевой стороной, скажем так, вверх. Запускаем программку. Здесь пока параметры не меняем. Нажимаем «Ок». И у нас вот происходит такая совершенно катавась. Мы можем бегать по этой фигне. И у нас, в зависимости от наших шагов, будет меняться на рандомный какой-то цвет. То есть вот такой вот некий танцевальный пол. Зажимаем клавишу «Enter» и выходим из программки. Открываем ее снова. Выбираем другой вариант спиды. И способен также здесь бегать. Ну, здесь, правда, по-моему, на спидах по бегу ничего не изменяется. Но в любом случае тоже довольно-таки занятно. В каком-нибудь там, скажем, клубе можно будет поставить. Такой экранчик «Танцы». Не знаю, что это значит. Так, попробуем. А, во как. Очень интересная штука, по-моему, сперта с русской Minecraft Wiki, что ли. В общем, прыгаем на экран. И от нас такие волны, видите, как бы исходят. Так, тык-тык-тык. Очень интересно. Тык-тык-тык-тык. Так, зажимаем «Enter». Открываем ее снова. Выбираем «Бега». И у нас, по-моему, будут просто генерируются такие произвольные волны, как бы вот так вот вправо. В какую-то конкретную одну сторону. Тоже довольно-таки занятная штука. Выходим. Ну и, в принципе, все. Это что касается нашего танцевального пола. Давайте разрушим эту фиговину, чтобы не мешало лишний раз. Не портю и ловит нашему субнике шикарно. Так, 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 так. Вот, в принципе, и все. То есть, очень хорошее обновление, которое способно порадовать всех любителей графона, по сути, и скорости работы. Также для, скажем так, эффектного финала, нажимая кнопку «Выключить», у нас комп вырубается в стилистике старых телевизоров 80-х годов. Вот так вот. Ну и, к слову, здесь мы играем на сервере, и у нас здесь, наконец-то, разбанили роботов. Если вы, собственно, хотите поиграть на хорошем сервере, где есть мод OpenComputer, здесь в сети есть Radio, OpenFM и прочее, где есть доступ к роботам, которые, кстати, не грифят в приватах теперь, то заходите на сервер Dreamfinity, ссылочка будет в описании видео. Ну и, разумеется, самое главное-то, команда для установки OS у нас также будет в описании видео. Так что, всем спасибо за просмотр. До новых видео, до новых встреч, до новых программ.